МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родители учащихся в первую и вторую смену не объявлен. Объясняется тем, что контрольные замеры температуры воздуха проводятся с 5 и 11 утра. На этих отрезках времени столбик термометра установился на отметке в минус 44 градуса. Однако родители учащихся начальных классов в этой ситуации могут сами решать, отпускать ребенка в школу или нет. Согласно этому приказу также возлагается ответственность на родителей, которые должны наблюдать за своими детьми. И при наличии проблем со здоровьем, проблем с транспортной доступностью, родители самостоятельно определяют, сможет ли ребенок в этот день пойти в школу. При этом необходимо родителю оповестить классного руководителя о принятом решении. К другим темам. В Норильске по причине ожидания 50-ти градусных морозов отказались от проведения купели, которая проходила ежегодно. Кроме этого, в городе объявили штормовое предупреждение. В Магадане также крещенские неудасы окунуться в Священную Иорданию за слишком тонкого льда. Но в Якутии, несмотря на морозы, купание не отменили. Что побуждает людей ежегодно окунаться в ледяную воду, истинная вера или молодецкая удаль, выясняла моя коллега из Алмазного края. Три раза с головой в ледяную воду и обряд крещенского купания совершен. В Ленске ежегодно в купель окунается около тысячи верующих. Температура воды чуть больше 0 градусов, но холодом никого не испугать. Такое купание многие считают даже полезным. Выходя из воды, чувствуют себя обновленными. Ну а нам, видите, там даже мороз не помеха. И возник вот такой обычай, который подвергает в шок, наверное, многих иностранцев, когда люди совершенно разного возраста в мороз залезают в ледяную воду, и каждый год добровольно, и за это им деньги не платят. В Мирном православные приезжают на базу отдыха Чанауэр. Там организуется безопасное место для купания. Подготавливается прорубь, устанавливается теплая надувная палатка с женской и мужской раздевалками. В Ленске купаются на лене. Там от снежных заносов расчищается большая площадь. Во льду выпиливают иордань глубиной один метр. Устанавливают сходни. В палатке будет привычно тепло, светло и безопасно. Безопасность мероприятия традиционно будет обеспечиваться силами МЧС, скорой помощи сотрудников полиции. Купание – не главная крещенская традиция и даже не обязательная. В это время особую силу имеет все-таки освященная вода. Набрать ее можно в храме после праздничной службы. Но в церкви не осуждают тех, кто минует храм, выбирая лишь купание. Даже если это проявление молодецкой удали или проверка силы воли. У нас в своей дороге храм по-разному. С разных мелочей, знаете, бывает с фильмом какого-то посмотренного. Кто-то поговорил с христианином, у кого-то что-то еще в душу упало. Не знаем, с чего человек начнет свою дорогу к храму. Может быть, вот с этого окунания кто-то всерьез к Богу придет. В этом году на крещении опять холодно. Столбик термометра будет в районе минус 40. Но морозы никогда не были помехой проявлению веры. Алиса Василова, Вячеслав Пилипенко, Марфа Яковлева, Сергей Счастный. Телеканал «Алмазный край». Испытать на себе якутские морозы приехали студенты из Южной Кореи. Они хотели посетить Аймекон, но испугавшись 60-ти градусных морозов, молодые люди приехали в Вилюйск. Их путешествие совпало с крещенскими купаниями. Поэтому вместе с православными жителями гости поселка Кызылсыр окунулись в ледяную воду. Они хотели узнать, каково это ощутить на себе якутский мороз там. Каково это жить при минус 50-ти? Хотели узнать, что такое настоящая зима. Продолжаем выпуск. В Алданском районе производили водку под видом федеральной марки. В одном из гаражных боксов обнаружены приспособления для кустарного производства алкогольной продукции. 5000 штук пробок, самодельный станок для их закатывания, алюминиевая фляга с фильтром для очистки воды, пластиковые канистры с жидкостью с выраженным запахом алкоголя. Всего обнаружено более 20 тысяч бутылок фальсифицированной водки емкостью 0,5 литров, общей стоимостью свыше 4 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. В Якутске стартует прием заявок на прием в первые классы. Ребенка можно записать, не выходя из дома через портал управления образования. Запись пройдет в два этапа. 20 января откроются первые. Судьба мест в 11 столичных школах будет решаться в считанные минуты. О том, как оказаться в первых рядах электронной очереди, расскажет Саргалана Федорова. Из-за нехватки мест в школах еще пару лет назад родители будущих первоклашек сутками стояли в осаде школы. Сегодня у родителей есть возможность записать ребенка в школу через портал образовательных услуг ЕДУ и Якутия.ру. Прием заявлений начнется ровно в 9 утра. В прошлом году за первые 15 минут на портале подали порядка 350 заявлений. При выстраивании очереди учитывается секунда. Также решающим будет и наличие льгот. То есть тут, как бы так сказать, кто впервые нажмет, тот и запишется. Ну, очередь будет выстраиваться. Касательно того, что если человек с льготами, может он там позже подал, конечно, но так как он льготник, он все равно может уйти вперед немного. Родителям необходимо иметь учетную запись в единой системе идентификации ИСЯ. После подачи заявления в течение 14 рабочих дней заявителю в личный кабинет должно прийти уведомление о том, когда можно предоставить оригиналы документов в школу. Очень желательно, чтобы запись на портале госуслуги у вас была подтвержденная, потому что в этом случае у вас заполнение заявления будет происходить автоматически. То есть первая часть уже будет заполнена, и это позволит сэкономить время для подачи заявления в электронной форме. Одновременно подавать заявления смогут 900 человек. Попадание в одну из школ по прописке почти гарантировано, но родителям не все школы кажутся подходящими. Подать заявление в желаемое учреждение можно только с 1 июля. В будущем году порог столичных школ переступят более 5000 детей. Динара Игнатьева, мама будущего первоклассника Андрея, старшего сына, отправляла в школу 3 года назад. Тогда пришлось отстоять огромную живую очередь. Старший, когда шел в первый класс, там было около 40 детей. Ну и сейчас также остается 38 детей. Когда очень много детей, невозможно для всех уделить внимание. Мне кажется, что родители уже заранее до школы должны были подготовить своего ребенка. И ходить на подготовительные, и морально тоже. 20 января заявления в школу будут принимать классическая гимназия АИ Кахатам, Саха Корейская школа. Саха-гимназия, политехнический лицей, средние школы номер 1, 5, 16, 17, 31 и 33. Остальные начнут прием с 27 января. Если у родителей нет возможности самостоятельно подать заявление, они могут подойти в офис МФЦ и воспользоваться помощью специалистов. Или же с 1 февраля лично обратиться в общепродавательное учреждение. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, МВК Саха, Якутск. В республике начал работу региональный предвыборный штаб действующего президента России и кандидата на выборах в 2018 году Владимира Путина. Об основных организационных моментах рассказал Павел Маринычев, руководитель компании «Алмазы Аннабара» и один из сопредседателей штаба. По его словам, избирательный штаб российского лидера в Якутии полностью сформирован. Вторым сопредседателем штаба стал Алексей Егоров, руководитель театра эстрады республики. Кроме этого, в начале следующей недели будет известно имя третьего доверенного лица. Работа штаба в основной мере будет ориентирована на работу с населением. С точки зрения общения с людьми будут действовать сеть таких общественных приемных, и это будет не только Якутск, но и все улусы нашей республики. И там будут находиться представители регионального штаба, которые будут осуществлять непосредственно общение с людьми, наводить обратную связь, в том числе по различным проблемным вопросам, которые наверняка будут в эти общественные приемные ставиться и доводиться. Правительство России распределяет дополнительные средства, которые зарезервированы в федеральном бюджете в размере 14,5 миллиардов рублей. Об этом сегодня сказал премьер-министр Дмитрий Медведь в ходе заседания правительства. Продолжается работа по исполнению майских указов президента, в том числе по повышению зарплат отдельных категорий бюджетников. Совсем недавно у президента на совещании об этом был разговор. Речь идет о врачах, медицинском персонале, учителях, преподавателях в вузах, научных сотрудниках, работниках культуры федеральных государственных учреждений. Для этого сразу заложили необходимые деньги в федеральный бюджет на трехлетку. Сегодня мы распределяем дополнительно 14,5 миллиардов рублей из средств, которые зарезервированы в федеральном бюджете на текущий год, сказал председатель правительства России. Сегодня в Якутске собрались все главы муниципальных образований республики. Начался съезд Совета муниципальных образований, Ассоциации межмуниципального сотрудничества. В составе Совета не только главы поселений, но и руководитель исполнительных, муниципальных органов и городских округов. Сегодня рассмотрят более 20 вопросов, а именно реализацию планов программ, направленных на повышение доходов населения, сокращение уровня бедности путем развития местного производства и создания новых рабочих мест. В рамках мероприятий послание Егора Борисова госсобранию прошлого года. По итогам съезда будет принята резолюция. Много направлений, которые передают органам местной власти, которые органы местной власти, опять же, недостатка финансирования и кадров не могут выполнить. Это дублирование некоторых программ государственных, это ГОЧС. Согласитесь, целая структура работает и на местном уровне тоже самое требуется. Ну, опять же, я говорю, все завязано. Кадры, если мало специалистов, а проблем много, очень сложно их решить. Поэтому ожидаем на этом съезде, чтобы все-таки какая-то стабильность была, стабилизировалась все, чтобы реальная помощь была муниципалитетам. А вот о чем мы расскажем в вечерней выпуске новостей сегодня в 20.44. Доставить грузы в полном объеме. В арктических и северных районах повышают грузоподъемность на автозимниках. Судебные приставы выдали первое свидетельство коллекторской организации. Чтобы заниматься взысканием долгов, необходимо пройти лицензирование и попасть в реестр суд приставов. В столице республики обсуждают стратегическое развитие туризма. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с НВК Саха и Саха 24. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok